Реализация проекта «Зангизурский коридор» приведет к запуску новых транспортных маршрутов, еще больше увеличит экономическую мощь Азербайджана, а также укрепит региональное сотрудничество и стабильность, уверяют эксперты. Они подчеркивают, платформа уже объединила Россию, Турцию, Азербайджан и Иран, на очереди Грузия и Армения. Конечно, дорога будет работать, Зангизурский коридор будет. Наш господин президент, кстати, обратил внимание, сказал, что мы уже не говорим, а мы уже действуем. То есть, работы идут. Я уверен, что коридор заработает на благо всех шести государств, в том числе Армении. Важный шаг на пути реализации проекта пройден. Подписана Шушинская декларация президентами Азербайджана и Турции. Документ четко регламентирует открытие нового этапа в развитии Южного Кавказа, в частности, в развитии транспортных артерий стран сурдского мира, Центральной Азии. К ним можно отнести и Афганистан, и даже частично Пакистан. Поэтому не только для тюркского мира, хотя, конечно, частично посыл был именно для тюркского мира, но и для всего обширного региона, открытие Зангизурского коридора и перспектива выхода через Турцию на Европу дает невероятный мощный стимул для развития транспортных, энергетических, коммуникационных сетей, которые будут связывать Южный Кавказ и Центральную Азию. В России по реализации проекта «Зангизурский коридор» мнения расходятся, но абсолютное большинство аналитиков уверено, что наличие коридора прежде всего выгодно самой Армении, которая из-за своих территориальных притязаний к соседним странам оказалась заблокированной. «Зангизурский коридор и Азербайджан, и в какой-то степени Армения, потому что через ее территорию будет проходить этот коридор, они несут на себе определенную ответственность, что между собой Турция и Россия свяжутся одной дорогой, одним путем, который позволил бы Армению очень хорошо заработать на этом. Но, к сожалению, в Армении сегодня нет, скажем так, не то что трезвых, я бы даже сказал бы, мудрых умов, которые бы поняли, пришли бы к этой логической цепочке, к этому логическому завершению». В любом случае Армении придется исполнять условия договора, ведь он закреплен подписью представителя официального Еревана. Речь идет о трехсторонних заявлениях, подписанных 10 ноября прошлого года и 11 января этого года.